Привет, бандиты! Сегодня у нас 25 января, среда, и сегодня я после рабочей смены отдохнувший, сейчас загружусь своим спортпитом и будем готовиться к тренировке. Итак, показываю, что я принимаю перед тренировкой. Здесь у меня я заведомо не показываю, что здесь было, потому что на сегодняшний день здесь Carbo Kick Extreme, потому как я покупал для себя в экономичной упаковке в полиэтиленовых пакетиках, хранить их неудобно и поэтому я пересыпал в баночку от другого производителя и очень удобно. Ну а сейчас коктейль, который перед тренировочкой я готовлю, я сюда засыпаю. Сегодня у меня третий день загрузки креатина 20-граммовой, осталось завтра и сегодня, завтра и послезавтра. По 20 грамм принять и потом буду принимать в день по 5 грамм. Что-то я уже второй раз принимаю креатин с фазой загрузки и мне показалось это намного интереснее, чем употреблять каждый день по 5 грамм. Хотя и не так экономично, конечно. Ну а вместо транспортной системы для креатина, как я уже говорил в дни тренировок, я употребляю гейнер от компании Super Set. Это 60 грамм, сегодня это вкус ванильный, потому как шоколадный у меня вкус закончился и у меня осталось 2 баночки ванильного только. Засыпаю я 4 черпачка, черпак в среднем где-то 16-15 грамм и поэтому рассчитываю, что здесь грамм 60 гейнеров. На 60 грамм гейнера у нас получается в районе 11-12 грамм белка. Белок здесь высококачественный полноценный молочный белок, который имеет высокую биологическую ценность, хорошую усваиваемость, сравнимая с эталонами, яичными и сывороточными белками. Ну сразу скажу, что в желудке никаких проблем нет, ничего не бурлит, ничего не кипит, никуда не просится. И поэтому, да, за углеводов здесь получается 35 примерно грамм, вот на этот черпак. На 60 грамм, короче, гейнера у нас получается 10 грамм протеина и в районе 35 грамм углеводов. Для тренировки, я думаю, это более чем, я еще после тренировки такую же порцию употребляю, также с креодилом. И поэтому должно быть все нормально. Вот такой у меня спортпит перед тренировкой. А на самой тренировке у меня сегодня тренировка ног тяжелая. Планирую сегодня хорошо попроседать, несмотря на то, что тренировка будет домашняя. Я сразу скажу любителям спортзалов, что на самом-то деле не важно, где вы тренируетесь, важно, как вы тренируетесь. Если вы тренируетесь с самой отдачей, то у вас в любом месте тренировка будет результативной. А если вы тренируетесь, сами понимаете, через что, то тогда вы хоть где тренируетесь, хоть тренируетесь в самых лучших спортзалах Москвы и Питер. Результат у вас будет нулевой. Итак, мне осталось выпить этот гейнер, подождать 30 минут, навести себе Бакик Экстрим на тренировочку и идти приседать. Ничего нет. Отличный вкус, нравится мне гейнер от компании Супер Сетт, я не говорю, что он самый лучший в мире гейнер, ваш гейнер наверняка лучше, но мне нравится гейнер от компании Супер Сетт, Мил Кротеин. Могу его порекомендовать, попробовать вам. Ну а мне осталось подождать несколько минут, пойду посмотрю канал Макса Трояна. Ну а вы не переключайтесь, дальше у вас будет тренировка. Сегодня, ребята, у нас день ног, ну а день ног по моей новой традиции я начинаю с обывания штангеток. Тренировка у меня будет протекать в нескольких упражнениях на ноги, это будет приседания обычные, классические, 5 подходов по 10 повторений. Далее у меня будет 4 подхода выпадов обычных с легкой штангой. Потом у меня будет старая тяга на прямых ногах, это для задней части бедра. Потом у меня будут девчоночи приседания, это для передней части бедра, это вообще без веса. И последний подход у меня будет подъем на голень, вот такая вот у меня тренировочка. Ну а сейчас я приступлю к подготовке штанги для приседаний, нужно отрегулировать вес. И первым подходом у меня будут приседания, делаю я их в пирамиде, но не так, как в классической пирамиде. То есть много повторений, маленький вес, потом повторения падают с каждым подходом, а вес с каждым подходом увеличивается. У меня повторения также во всем протяжении тренировки остаются 10 повторений, а вес увеличивается. То есть первый подход, допустим, у меня будет 90 килограмм на 10 повторений, второй подход, к примеру, 100 килограмм на 10 повторений, третий подход 110 килограмм на 10 повторений, и четвертый, и пятый подход буду форсировать или 120 и 130, или 120 и 120, или 120 и 125, или, ну, то есть по самочувствию. Тапочки мы отбрасываем. Итак, что, приступаем к моей тренировочке. Поехали собирать штангу. Пожалуй, ребята, тренировочку я буду записывать с музыкальным фоном, потому как совсем без музыки тренироваться это очень и очень скучно, а так как та музыка, которую слушаю я, может быть, Ютубом оценена как нарушение авторских прав, поэтому я сейчас ставлю свою музыку, а потом на протяжении всей тренировки я эту музыку удалю и поставлю другую музыку, ту, которую Ютуб не забанит. Ну что, ребята, поехали к тренировке! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...